Девушки отдыхают Девушки отдыхают И тут, ребятушки, прошу меня немножечко простить Я, конечно же, ошибся на момент видеосъемок этого видео У меня была одна информация Но сейчас появились вправки и дополнения Которые гласят о том, что Мотоциклисты имеют право управлять снегоходами и квадроциклами Без всяких ограничений Вся информация в описании у меня Так что пройдите в описании Кому непонятно, что я говорю Там все написано текстом Развивает скорость больше 50 км в час Добрый вечер Вы тоже не можете сесть на него и поехать по городу А это прописано в документах И то есть, если вас поймают И начнут долго разбираться И все-таки разберутся Так что Радоваться пока нечему, в принципе Но есть и некоторые плюсы Ну а что же у нас под циферкой 3 4 показываю Ну да, ладно А под циферкой 3 у нас есть небольшие плюсы То есть, если вы, когда вы пришли, допустим, брать снегоход в аренду Квадроцикл в аренду То вы можете управлять уже этим снегоходом или квадроциклом Соответственно, с водительским удостоверением категории А Ну да, А, понятно, можете и без аренды А, Б, С, Д Только с арендой То есть, если вы пришли на прокат И, соответственно, хотите взять снегоход в аренду Либо квадроцикл в аренду То вам его дадут, значит, с категории водительских прав б, ц, д. Ну, скажите, а что же, раньше же, что ли, не давали, блин? Ну, как, почему не давали? Давали, но то просто было, как бы, в черную вам давали, и если вас где-нибудь за жопку прихватят, то будете отвечать. А теперь в белую, пожалуйста, вам дадут, и, соответственно, если вас остановят, то у вас должно быть на руках, кроме основных документов на эту технику, еще и дополнительные документы, то есть договор аренды. Вот так вот. Я тут снимал недавно видео о том, что будет, если не зарегистрировать квадроцикл или снегоход. И попасться на нем без прав, без документов. Посмотрите, очень интересно. Ну, а мы продолжим. Ну, и давайте подведем потихонечку итог, выше всего сказанного. Какие плюсы, какие минусы, и стоит ли бежать и выкидывать свои квадроциклетные права в помойку, а, соответственно, автомобильные права складывать в квадроцикл, либо снегоход. Как вы поняли, что нет. Значит, во-первых, я еще раз повторюсь, плюс только для тех, кто обладает категорией А или Б1, то есть и то неполный плюс, потому что вы по дорогам общепользуемой передвигаться не можете. Больше 50 км в час вы двигаться не можете. И техникой, которая соответственно едет выше 50 км в час вы тоже управлять не можете. Ну вот. Так это вот у нас 40, по-моему, по паспорту. Так что добро пожаловать, стейлс-капитан. Добрый вечер. И всякие разные вот эти вот остальные там шармаксы, там хераксы, там что только сейчас по-не-напридумывали. Вот. Это пока что все. А остальное все, ребят, это только если вы пришли в прокат и, соответственно, берете технику на прокат. Вот. И, как бы, это должно подстегнуть наш бизнес делать больше прокатных точек с меньшим риском для себя. Ну что, ребят, кому видео было полезно, обязательно ставьте лайк. Кому видео было бесполезно, ставьте дизлайк. Они еще есть у меня на канале, хотя YouTube их убрал. Не забывайте подписываться на эту площадку и на другие площадки. У меня также канал есть на Дзене. И, конечно же, всех с Новым годом, наступающим. Давайте, ребят, всем пока. Обязательно пишите свои всякие разные комментарии. На все отвечаю. Субтитры сделал DimaTorzok